Так, я что могу сказать? До настоящего времени много людей пытались объединить все области направления знания в единую науку. В том числе частично этим пытался заниматься Альберт Эйнштейн. Он пытался построить единую теорию поля. У него не получилось, потому что он опирался на математику, отдельные понятия физики и исключал гуманитарные и общественные проблемы. Я полагаю, что я, по крайней мере, для самого себя сумел объединить все области направления естественных наук, гуманитарных и общественных наук. Первая моя статья, представленная на этот конгресс, это статья, называется «Реальность». В ней я описываю, что то, что существует, есть реальность материи. То, чего не существует, того нет. Это нереально. Это выдумки, заблуждения или лженаучные измышления. Мой метод исследования — это интеллект, собственный интеллект. Умозрительные исследования преимущественно. Ну, конечно, кое-что я и эксперименты вещественные проводил, в частности, артикуляционные. Но в умозрительном исследовании то, что мы наиболее четко различаем, — это логика и интуиция. Интуиция — это озарение сразу знанием того, что не было известно или непонятно до момента озарения. Либо сразу знание или понимание того, что не было известно. На основе уже созданных мною, открытых мною новых фундаментальных знаний в разных областях науки я сформулировал новую парадигму. Я его называю «мультиуровневой, мультилокальной, всеобъемлющей относительностью». В этой, согласно этой парадигме, я понимаю, что материя вакуума — это реальность. Многоуровень и многолокальная. Материя вакуума или эфира, как кому больше нравится, для меня это слова с синонимами однозначные. Структура материи вакуума — динамическая, кристаллическая структура. Сформированы из заинно-перпендикулярных четырех сторонников элементарных ячеек электростатического и магнитного поля. В любом направлении плоскости находятся эти, под любым углом, в любом направлении, такие структуры, я полагаю, находятся в материи вакуума. Причем в любых инерциальных системах, с любой скоростью, в любом направлении, все подобные структуры имеются. Вот эти самые элементарные ячейки. Электростатическое поле слева и магнитное поле справа. В середине, а так, одна сторона ячейки — это потоки квантов электростатического поля. Перпендикулярно ему антиквант. Перпендикулярно этому антикванту опять квант, но встречного движения. И ему перпендикулярно антиквант. Перпендикулярно предыдущему антикванту. Эти ячейки, они, можно понимать, как ячейки памяти, элементарные ячейки памяти в материи вакуума. Точно так же и элементарная ячейка магнитного поля, только там электростатические частицы заменяются на магнитные. Магнитные частицы — это пара частиц, античастиц электростатического поля, летящие в общем направлении и обращающиеся вокруг друг друга. Либо в правое вращение, либо в левое вращение. А перпендикулярно электростатическому полю пронзает эту ячейку поток квантов магнитного поля. То же самое перпендикулярно ячейки магнитного поля пронзают потоки квантов и антиквантов электростатического поля. И вот ниже расположена модель вот такой структуры, плоскостный кристалл вакуума. К этой модели я пришел из понимания структуры материи фотона. Это две взаимно перпендикулярные плоскости, электростатические и магнитные плоскости. И в этих плоскостях, соответственно, летят кванты и антикванты взаимно перпендикулярные. И согласно этой модели получается, что потоки электростатических и магнитных полей в своих векторах движения имеют скорость в корень квадратный из двух раз быстрее скорости фотона в его векторе движения. Вот это самая простейшая формула. Это значит, что можно эти потоки квантов использовать для прецизионно-точного определения расстояния до далеких объектов. А также можно передавать на них информацию быстрее скорости света, пусть на 41,42% быстрее, чем на фотонах. Но это уже тоже какой-то выгода в скорости передачи информации. Атомы состоят из ядра атома и электронного облака. Каждая ядра атома может содержать в себе либо один протон, либо протон и нейтрон, или несколько протонов, некоторое количество протонов и некоторое количество нейтронов. То есть там еще разное количество нейтронов при одинаковом количестве протонов. Это разные изотопы элементов. Соответственно, нейтрон, протон, ядро атома, электрон, электронный облака атома можно понимать как фокусы или интегральные фокусы притока и истока потоков квантов электростатических и магнитных полей, может быть, и других физических полей, которые нам неизвестны. Все элементы материи атомных уровней и предшествующих атомному уровню вакуумных или эфирных уровней материи можно отобразить в общей периодической системе элементов вакуумных и атомных уровней материи. Вот эта система. Она отличается от общепринятой якобы менделеевской, на самом деле, веберовской таблицы элементов, тем, что оканчивается не на благородный газ, а на щелочноземельный элемент каждый период. Эта же самая система элементов может быть отображена в спиралевидной таблице, не таблице, а фигурой, где каждое полукружие спирали является периодом табличной формы этой матрицы. Причем я отобразил двухрукавную спиралеобразную матрицу элементов материи, в которой один рукав отображает элементы атомных или вакуумных уровней материи, атомы или кванты которых имеют правый спин вращения, а второй рукав — это левый спин вращения. Потому как, организуясь в молекулу, скажем, двухатомную молекулу водорода, кислорода и так далее, атомы переворачиваются этими полюсами, магнитными полюсами своими так, что параллельно друг другу становятся противоположные полюса, так называемая ковалентная связь, скорее всего, это больше магнитная связь, чем электростатическая. Дальше я отобразил, вычислил по общедоступным сведениям объем. Объем килограмм моля жидкой или твердой фазы элементов. И вот получилось, что отображается периодическая зависимость плотности и, соответственно, объема этих элементов вдоль натуральной последовательности элементов. Я полагаю, что открытый Эдвардом Пауэлом Хабблом в 1927 году... В 1928 году он опубликовал. Закономерность изменения спектра излучения далеких внегалактических объектов пропорционально расстоянию до них, это является следствием явления равнопропорционального космологического прироста количества материи. Поскольку эфир или вакуум космоса, я понимаю, состоящим из отдельностей собственных частичек материи эфира, соответственно, и количество этих отдельностей эфира со временем увеличивается на вот эту самую величину. А на 6,9 — на 10,18 каждую секунду. Соответственно, более чем на 2 десятимиллиардные части в год. Помимо того, что прирастает количество отдельностей материи эфира, соответственно, увеличивается и количество отдельностей элементов, частичек вещества — нейтронов, протонов, электронов. Протон и электрон, естественно, в паре должны рождаться. Если рождается пара электрон и позитрон, то они взаимно рекомбинируют в 2 или 3 фотона, которые распространяются в материи вакуума и, в конце концов, могут опять рекомбинировать в вещественные объекты. Поскольку прирост количества материи в ядрах атомов происходит, скорее всего, нейтронами, то, соответственно, изменяется атомная масса ядра атома в большую величину на единицу атомной массы. И может получиться радиоактивный изотоп, который соответствующие частицы из себя исторгает, или разделяется ядро тяжелого атома на 2 равных или неравных ядра атома. Получается космологическая трансмутация атомов-элементов, что приводит неизбежно к ускорению химической эволюции вещества, в том числе на соответствующей кристаллической планете, подобной планете Земля, обращающейся в соответствующей зоне вокруг своего Солнца. Эта космологическая эволюция вещества обязательно приводит к эволюции неживого вещества в живое вещество и живого вещества в живое интеллектуальное вещество. Можно просчитать, проверить валидность, достоверность этой идеи о космологическом приросте количества материи на примере Солнечной системы. Вот я провел вычисление в прошлое и будущее. Массы Солнца, Нептуна, Юпитера, общей массы полиастероидов, то есть кольца астероидов, Марса, Земли, Луны, Венеры. Это можно посмотреть в моей статье. Так, следующая моя статья, это называется Ноосфера. Что может понимать причиной космологического прироста количества материи, соответственно, и трансмутации элементов? Я полагаю, что этим является энергия информации бытия. Энергия информации бытия, она выталкивает из ядер атомов, из протонов, нейтронов, электронов электростатические частицы, магнитные частицы, и общая масса всех этих частиц, излученных из всех атомов, протонов, нейтронов, электронов, давят на каждое из них извне, и является внешней причиной инерции массы гравитации, а также электростатических и магнитных свойств частиц и вещественных объектов. Ну а излучение во все стороны, ну, естественно, не одновременно в некоторой последовательности этих частиц, сопровождается реактивной отдачей внутрь, в противоположную сторону, а в целом внутрь себя этих самых частиц, излучающих эти кванты. Это уже является внутренней причиной инерции, массы гравитации, электростатики и магнитных сил. А фотоны можно понимать как рекомендацию электростатических и магнитных ячейк элементарных в динамическую систему, которая переносит информацию изменения инерциального состояния любого вещественного объекта. Интеллектуальное существо человек, он отличается от неинтеллектуального тем, что он обладает второй сигнальной системой, то есть речи о мышлении. Речь о мышлении позволяет отображать реальность или выдумки реальные в виде последовательности звуков речи. Первичным в речи о мышлении является артикуляция, то есть произношение звуков речи путем сближения или, наоборот, расхождение нижних и верхних участков речевого аппарата в области воротовой полости. Вот это я отобразил тоже своего рода периодической таблицей элементарных артикуляций согласных звуков речи. Это очень интересная, удивительная, чудесная матрица. Пять на шесть элементов. Шесть столбцов — это являются, отображают типы сближения или раздвижения органов речи. А пять строк — это являются фокусы или зоны элементарных артикуляций, то есть место, в котором происходит сближение или раздвижение. Два средних столбца отображают слева — это смычные, их же можно назвать затворные звуки речи, а справа, в середине — это растворные, то есть гласные. Щелевые звуки речи рядом со стержневыми — это глухой и звонкий щелевой затвор или раствор одновременный. Дальше идут взрывные глухие звонки — это последовательность из затвора раствор, и в момент раствора происходит формирование короткого звука взрывного звука речи. Исходя из того, что материя, Вселенная экономична, что она не будет изощряться в формировании для каждого явления собственной периодической системы, собственной алгоритмы управления элементами конкретного явления, я полагаю, что мышление человека при произношении звуков речи, при формировании понятий, оценке информации, при формировании проявлений эмоций, эмоций как импульс воли на проявлении действий, поступков, и самих поступков это все подчиняется вот такому же алгоритму 5 на 6 элементов. Мне удалось в прошлом году, в октябре месяце, разработать первую редакцию, в последующем я ее дорабатывал, эволюционировал, первую редакцию периодической таблицы личностных форм. Это вот она представлена. Тут тоже 5 строк, это 5 уровней эволюционного развития личности. И 6 столбцов, это 6 типов личностных форм. Два стержневых столбца, это тактика, логика, детализация, специализацию. Второй столбец, это аналог гласного, это стратегия интуиции, обобщение в универсальность, можно так сказать. Ну а рядом стоящие столбцы, это, соответственно, одновременность тактики и стратегии, либо действие тактикой в форме стратегии. Можно отобразить, умозрительно понимать действия типов личности в элементарной ячейке личностного поля. Это примитивизм, ограниченность романтизма, второй уровень. Третий, это оптимум развития личности. Четвертый, ограниченность бюрократизма, перезрелость в абсолютизм и догм. И пятый, кризис личности с исходом либо в перестройку и регенерацию, восстановление личности на какой-то из этих предыдущих уровней, либо регресс личности с деградацией и крахом. Поскольку в малом-большом коллективе интегрально проявляются эмоции, чувства, мысли и поступки множества людей, постольку и общество можно понимать как коллективный организм, в котором люди частично согласуют друг с другом эмоции, поступки, мировоззрения. Значит, можно и общественные формы тоже отобразить в своего рода периодической таблице социальных форм. Тоже это вот сформировано. Соответственно, в третьем уровне эволюционного развития социальных форм, это, я понимаю, что это общество, но сфера зрелого социума. Идеология реализма, рационализма, логики и интуиции здравомыслия в сотрудничестве для оптимума бытия всех и каждого, без нанесения вреда себе и другим обществу и природе. Действия человека до сих пор были поступки, мысли, представлялись как стихии, не имеющие четкой причины и не имеющие ориентиров. Чем же должен руководствовать человек? Обычно руководствуются религиозными сказками, мифами, просто блажью, эмоциональными порывами, но не научным подходом. Не было до сих пор сформулировано определение добра и зла, оптимума бытия. Вот я экстраполировал сформулированное Гиппократом или только приписываемому правило для врача «Не вреди больному словом или молчанием, действием или бездействием». Формула этого закона оптимума бытия здесь представлена. Добро есть индивидуальный или цивилизационный оптимум, зло есть недостаточность индивидуальной и цивилизационной необходимости или избыточность сверхиндивидуальной цивилизационной достаточности, производство, применение и употребление биологически цивилизационно необходимых съедобных и несъедобных потребительских ценностей и услуг, к информации, совершению действия или воздержанию от этого каждым человеком, каждой частью и всей целостностью цивилизации, в каждой конкретной типичной или нетипичной ситуации. Закон «Оптимум бытия» — есть частный случай алгоритма действия энергии информации бытия. Он распространяется на каждого человека и на каждое человеческое общество как право и обязанность творчески жить, мыслить и поступать по духу этого закона. Главная форма рабовладения в современном обществе — это порабощение деньгами. Мошенники денежные используют деньги в качестве шариков, напёрстков, с помощью которых отнимаются реальные потребительские ценности, которые производятся, с тем, чтобы оборотить их в эти самые денежные фантики, которые алчущие люди без меры накапливают, не имеют предела, не понимают, сколько же им надо, хоть триллион, хоть квадриллион этих самых фантиков любых типов. Значит, новое общество на сфере должно освободиться от религии денег и других мировоззренческих мракобесий — религии, мистика, масон, саентологии, политических идеологий. Волшебные силы денег основаны исключительно лишь на вере людей в волшебство неотвратимого покупательного действия денежных фетишей. Значит, нужно просто-напросто людям раскрыть глаза на то, что деньги — ничто, не имеют никакой реальной ценности. В новом обществе при отсутствии денег вместо людей должны работать технические роботы и автоматы, а люди должны заниматься творчеством в науке, литературе, культуре, искусствах. Это общество на сфере должно обеспечивать каждого человека неотвратимо, хочет он или не хочет. Каждому на дом технические роботы будут доставлять все необходимое в индивидуально необходимом количестве, но не больше индивидуальной достаточности. Все? Три минуты есть? Пожалуйста. Денег нет. Только коротко, пожалуйста. Самое начало. Не существует реальности, значит нет. Электрических и магнитных полей в реальности нет. Но ошибочка была, которую вы исправили. Поле астероидов. Много астероидов сразу вместе в Солнечном системе. Это правильное значение термина поле, когда много чего-либо сразу и вместе. А электрическое и магнитное поле много чего сразу вместе, но этого нет. Но оно состоит из отдельности этих квантов. Нет. Второе. Он вас хвалит. Хаббл получил свой закон из наблюдений. Я закон Хаббла получаю теоретически. Из изменения угла наблюдения в удаленной галактике и подсчета объема сектора, конуса наблюдения, который увеличивается с увеличением расстояния при одном и том же самом размере предположительно галактики, которую мы наблюдаем. Чем дальше она наблюдается, тем конус больше, значит сигнал больше, красное смещение. То есть вы согласны своим мнением о том, что связано с... Нет. Нет? Так. Нет. Значит, законы... Ну это для относительно близких объектов, которые можно измерять угловым размером. Но для тех, которые невозможно измерить, точечные, там исключительен только спектр. Угол 10 минус 19. Лучше вопросы, а то вот так не корреком. Значит, немой. Что, не обладает мышлением? У него нет речи. А мышление же у него есть? Немой — это, как правило, врожденный. Он глухой. Глухой, потому он и немой, что он не сможет воспринять без надлежащего воспитания, обучения, он не сможет воспринять правила, как произносить. Интернаты для слепо-глухо-немых детей есть, и их там учат. Учат, да. Учат, да, я знаю. Без всякой речи, потому что мышление — первая сигнальная система обмена информацией в диапазонах... Правильно. Ничего подобное что? То есть, газ или твердое? Некое подобие газу, но это поле. Так, вы сказали, кристаллическая структура, да? Да, динамическое. Человек, организм, живой организм... Узлы — это границы, это горизонты событий. Хорошо, ладно, всё, потом это... Это энергетический предел. В качестве дополнения у грехов было понятие добра и зла, они возражались с термином хамартия. Хамартия — это потом было переведено как грех, и перевод был такой, промах мимо цели. Поэтому зло — всё, что идёт не к цели, а добро — всё, что к ней идёт. Всё, это в качестве замечания.